Значит, вот что мы делали прошлый раз. Мы рассмотрели пространство Х, на нем отношение эквивалентности, факторизацию по этому отношению эквивалентности, и определили проекцию как отображение, которое каждому элементу, каждой точке ставит в соответствие ее класс эквивалентности, и доказали вот такую теорему, по моим подсчетам, десятую, что если у меня есть два топологических пространства, на пространстве Х есть отношение эквивалентности, и есть некоторое отображение Ф факторизованного пространства в игрок, то Ф непрерывно тогда и только тогда, когда его композиция с проекцией непрерывна. Значит, мы сначала применяем проекцию, значит, точки ставим в соответствие класс эквивалентности, а потом уже применяем вот это отображение Ф из факторизованного пространства в игрок. Значит, я сейчас приведу очень простой пример применения этой теоремы. такое почти очевидное утверждение. Значит, если я рассмотрю в качестве Х замкнутый отрезок 0,1, а отношение эквивалентности устрою так, я склею две точки 0,1, значит, для любого Х, отличного от 0,1, его класс эквивалентности это он сам, а 0,1 эквивалентны, значит, вот тогда отрезок факторизованный по этому отношению эквивалентности гомеоморфин в сфере, в одномерной сфере. Значит, сделаем вот что. Сначала мы устроим просто отображение из Х, ну, естественно, я буду считать, что у меня просто единичная окружность, такое отображение косинус 2ПХ Значит, понятно, что Х, равное нулю, и Х, равное единице, отображаются вот в эту точку. Значит, 0, 1 отображаются сюда, ну, а дальше там, значит, 1 четверть, половина, 3 четверти отображаются в соответствующей точке. Это отображение очевидным образом непрерывно. Теперь, если я рассмотрю, ну, вот, 0,1 факторизованный по этому отношению эквивалентности, у меня есть очевидное отображение его в сферу. Вот теперь уже мы говорим о факторизованном пространстве, значит, ну, совершенно понятно, как оно устроено. Каждая точка и она же, ее класс эквивалентности отлично от этого отображается. Вот, а вот этот класс эквивалентности отображается вот в эту точку сферы. Тогда, значит, если я рассмотрю проекцию определенную таким образом, то понятно, что выполнено такое равенство. Значит, если я беру х отличный от 0 и 1, ну, это х и есть, вот, если я беру ноль или единицу, то я получаю вот эту точку. Значит, по нашей теореме f непрерывно. По нашей теореме f непрерывно. Значит, что мы дальше знаем? у меня замкнутый отрезок компактен. Ну, и мы говорили, тоже было утверждение, что при введенной нами топологии, а я на фактор пространства, я напоминаю, что открытые множества, это те прообразы, которых при проекции открыты. 0,1 компактно, тогда образ его при непрерывном отображении P тоже компактен. да, и я сказал, понятно, что F объекция. Ну, и тогда у нас было последнее, что нужно сказать, что, конечно, окружность Хаусдорфа. Ну, и теперь мы применяем теорему о том, что если есть непрерывная объекция компакта в Хаусдорфу пространства, то она гомеоморфизм. Значит, была такая теорема, мы применяем ее и получаем, что вот это отображение гомеоморфизм, то есть то, что я сказал, вот мы доказали. Значит, ну, казалось бы, утверждение совершенно очевидно, ну, оно, в общем, очевидно, но тем не менее, вот строгие, полные строгие доказательства, даже даже в таком, в общем, на первый взгляд, совсем тривиальном случае, они требуют обоснования. Ну, вот, так уж это все устроено. Так, и теперь еще одна конструкция, связанная с так называемым приклеиванием по отображению. Значит, вот очень многие топологические объекты, естественно, возникают таким образом. Значит, давайте рассмотрим два непересекающихся, пока что просто множество. Два непересекающихся множества, и я хочу определить вот то, что называется их суммой, в отличие от объединения. Значит, мы хотим различать их точки, и мы это определяем как объединение множеств пар. Мы берем вот вот такие пары, все. Первый элемент пары это точка пространства Х, а вторая само пространство. точку. Значит, это можно делать по-разному, но вот мы хотим как бы принципиально различать точки. значит, у нас есть, возникает два естественных отображения, значит, одно отображение, ну, инъекция, которое просто каждой точке Х, маленькая из Х, ставит в соответствие вот всю пару. Ну, и точно так же определяется. И теперь, имея эти два отображения, мы можем, ну, и предположив, что Х и Y топологические пространства, значит, вот если у меня теперь на них есть топология, мы введем топологию на вот этой самой сумме таким образом, значит, множество А принадлежит, это элемент топологии, ну, просто если его прообразы при Х большое, если его прообразы при вот этих отображениях, это открытые множество в соответствующих топологиях пространств Х и Y, ну, и с этой топологией оно, вот это пространство называется несвязной суммой, ну, ну, а английские термины либо disjoint сам, либо disjoint union, и то, и другое применимо. И вот теперь мы определяем то, что называется приклеиванием по отображению. Значит, мы рассматриваем два топологических пространства. в одном из них мы фиксируем подножество и рассматриваем непрерывное отображение этого подножества во второе пространство. Значит, ну, вот есть пространство Х, пространство Y, есть подножество А и его отображение непрерывное. выигрок. И мы рассматриваем фактор пространства. По возникающему отношению эквивалентности мы берем несвязанную сумму и факторизуем ее по вот такому отношению эквивалентности мы объявляем эквивалентными точку точку в множестве А и ее образ в пространстве игрок. Стандартное обозначение такое. Ой! Давайте мы все-таки немножко по-другому обозначим. Значит, вот это и называется приклеиванием по отображению. БМФ. И вот сейчас я совсем конспективно скажу, я ничего не буду доказывать. Некоторые вещи мы докажем гораздо позднее, когда мы освоим некий алгебраический аппарат связанный с многообразиями там фундаментальные группы и так далее. Значит, сейчас я просто немножко опишу, что происходит с двумерными многообразиями. Значит, ну, во-первых, мы можем взять просто двумерную сферу и вырезать из нее несколько непересекающихся дисков. Диск – это просто гомеоморфный образ замкнутого единичного шара. Значит, вот то, что получается, называется… ну, здесь такая терминология немножко вольная, значит, это называется сфера там с N дырками, ну, или дырами. теперь что мы можем сделать дальше. Дальше мы можем сделать вот что. Я напомню, значит, когда я начинал говорить о факторизации, что мы можем сделать при факторизации, ну, вот, единичного квадрата. если мы делаем эквивалентными вот соответствующие точки верхнего и нижнего основания, вводим такое отношение эквивалентности, но это все равно, что мы склеиваем квадрат. Я еще раз говорю, сейчас я абсолютно неформально, я просто общую конструкцию хочу описать. Значит, мы склеиваем квадрат по верхнему и нижнему основанию, и понятно, что получается цилиндр. Если я дополнение к этому сделаю эквивалентными вот таким образом точки левую левой и правой сторон, то это понятно, что равносильно тому, что мы склеиваем вот эти две окружности. Значит, мы на них объявляем эквивалентами. Ну и получается двумерный тор. окружностей. можно показать, это не очень сложно, стандартное его обозначение, что он гомеоморфен произведению двух окружностей. значит, грубо говоря, я беру такую вот окружность и протаскиваю ее вдоль еще одной окружности. получается тор. Значит, я могу сделать то же самое. ну, одномерный тор это окружность. Значит, нмерный тор это произведение н окружностей друг на друга. Вот. Значит, я могу взять тор и выкинуть из него диск. Вот то, что получается тор значит стандартно называется ручкой. Handle вот теперь если я возьму сферу с одной дыркой и ручку понятно, что границы вот этих выкинутых дисков это окружности и я могу приклеить ручку к сфере с дыркой. Взять отображение значит этот гомеоморфизм одной окружности на другую и сделать то, что там происходит. на самом деле опять-таки легко понять, что сфера с одной дыркой гомеоморфно просто диску. Ну вот такая довольно простая вещь. Значит, если я к сфере приклеиваю ручку, то это равносильно тому, что я просто эту дырку заклеиваю диском и опять получаю тор. Значит, сфера с одной ручкой это тор. Но я могу взять несколько и несколько дырок на сфере и каждый приклеить. Ну вот я не слишком хороший рисовальщик, но то, что получается, называется сферой с N ручками. Ну, давайте лучше P. И ее на самом деле можно представлять вот как приклеивание тора можно вот как представлять. Мы берем две, выкидываем два диска и приклеиваем цилиндр. Вот так, концами. Это одна ручка, но и значит, вот получается такой объект сферы взбор. Ну, тогда же, когда вот я говорил о факторизации, я сказал, что мы можем поступить с квадратом по-другому. Мы можем отождествлять вот такие точки. Значит, T 0 и единица минус T единица, значит, по X брать точки на равном расстоянии от этих. Вот так их отрезвлять. И то, что получается, я говорил, это лист Мебиуса или лента Мебиуса. Я ее хорошо нарисовать не могу, но надеюсь, что вы все ее видели. еще раз говорю, что очень полезно взять такую бумажную ленточку, перевернуть, склеить. Самое главное, что здесь для нас сейчас интересно, что граница получится окружность. Вот когда мы склеим границей листа Мебиуса является окружность, я могу точно так же взяв сферу с одной дыркой приклеить лист Мебиуса по вот этой граничной окружности. Ну, к сожалению, я не могу это нарисовать, потому что получается двумерное многообразие, но оно не вкладывается в трехмерное пространство без самопересечений. Вот сферу с ручками можно вложить, а такую вещь, значит, вот если я приклеиваю лист Мебиуса, то получается сфера с одной пленкой, значит, это тоже лист Мебиуса принято в русской топологии называть пленкой, вот здесь английский термин cross-cap, такая самопересекающаяся шапочка. Но на самом деле я вот сколько не искал, нигде, кроме как в переводах с русского языка, я этот самый cross-cap не видел. Ну вот я с разными топологами консультировался, а на самом деле, значит, если вы хотите стандартный английский термин для того, что получается, когда мы приклеиваем к сфере с дыркой лист Мебиуса, это real projective plane. 1. Ну проективных пространствах мы будем отдельно и довольно много говорить в соответствующем месте курса. Я сейчас в это лезть не буду, а А я хочу просто сформулировать, но даже я не буду сформулировать как теорему, но мы ее в свое время докажем, и то, скорее всего, не полностью, скорее всего, мы докажем только частично. Это основная теорема классификации двумерных многообразий. Я напоминаю, что многообразие – это топологическое пространство Хоусдорфа со второй аксиомой счетности, у которого каждая точка имеет окрестность гомеоморфную евклидовую пространству соответствующей размерности. Значит, двумерное многообразие – это топологическое пространство, у которого у каждой точки есть окрестность гомеоморфной плоскости. Так вот, классификация компактных, связанных двумерных многообразий такова. Значит, либо это сфера, либо это сфера с П-ручками, либо это сфера с К-пленками. Но на самом деле оказывается, что… То есть, ведь понятно, что мы можем получить сферу, приклеивая каким-то дыркам ручки, а каким-то пленки. То есть, и с ручками, и с пленками, но сфера с П-ручками и К-пленками она гомеоморфна в сфере просто с 2П плюс К-пленками. То есть, приклеивание каждой ручки с точки зрения гомеоморфизма равносильно приклеиванию двух пленок. Вот. Значит, на этом мы заканчиваем первый такой блок нашего курса, посвященный топологии. Ну и, значит, обычно это называют теоретикой множественной топологии. Все. То есть, вот какие-то основные понятия мы получили. Значит, после этого, ну вот так курс устроен, идет некий блок, посвященный геометрии. Ну и я не хочу терять время, поэтому мы немножко о геометрии поговорим. Значит, ну это уже ни в какой, ни в экзамен сейчас не войдет. Я сохраню нумерацию глав. Значит, у нас третья глава была. Значит, первая была метрические пространства, да. Вторая была топологические свойства. Третья – отображение. А, значит, четвертая должна была быть конструкцией, да. Глава пятая. Давайте ее назовем так – элементарная евклидовая геометрия. Я еще раз повторяю, что здесь все будет довольно конспективно. И в основном это будет обеспечивать потребности практики. Ну вот мы довольно долго обсуждали, делать это или не делать. Вот с Сергеем Владимировичем Ивановым, который читал геометрию и топологию прошлому первому курсу, а сейчас читает второму. Ну и мы согласились, что все-таки… Ну, нехорошо, например, чтобы выпускник бакалавриатом от Меха не знал, как задавать вращение в трехмерном пространстве, используя кватернионы. Ну, такие вещи все-таки нужно объяснить. Значит, и первый параграф – это кривые второго порядка. Давайте даже так, на плоскости. Значит, что такое вот кривая? Ну, обычно, говоря о кривых, имеют в виду алгебраические кривые. И я именно это и буду иметь в виду, значит, мы фиксируем на плоскости ортогональную систему координат. И мы рассматриваем множество точек x, y, таких, что… Значит, некий полином степени n от x, y обращается в этих точках в нуль. Значит, вот это и есть алгебраическая кривая. Обычно, говорят, порядка n. Значит, полином степени n означает, что у него есть хотя бы один ненулевой член суммарной степени n по x и y, а все остальные члены имеют степень не больше n. Ну, значит, что такое полином степени нуль? Это просто константа. Ну, и, значит, здесь все очень просто. Кривая нулевого порядка – это либо плоскость вся, если это константа нуль, либо пустое множество, если это константа не нуль. Значит, кривая первого порядка – это просто прямая. Ну вот, а что является кривой второго порядка? Мы сейчас увидим. Значит, обычно кривую второго порядка записывают таким образом. А0… Так, сейчас, нет, давайте так. А1, 1, x квадрат. А2, А1, 2, x, y. А2, 2, y квадрат. 2, А1, x. 2, А2, y. 0 равно 0. Значит, вот полином второй степени общего вида – это вот такое выражение. Но, конечно, при условии, что хотя бы один из коэффициентов при вот этих маномах второй степени отличен от нуля, значит, обычно это условие записывают так, значит, невырожденной. Ну и вот мы сейчас посмотрим, что же может геометрически такое уравнение на плоскости задавать. Значит, я сначала предъявлю несколько кривых второго порядка. А потом, если мы успеем, объясню, что, значит, возникает в общем случае первая из кривых эллипс. ее обычное уравнение такое x квадрат на а квадрат плюс y квадрат на b квадрат единица, ну, где а и b – некоторые ненулевые числа. Поскольку они входят в квадратах, их, естественно, считать положительными. Значит, что мы сразу можем сказать об этом множестве точек, которые задаются таким уравнением? Ну, во-первых, это ограниченное множество. Понятно, что каждый из членов не превосходит единицы, поэтому все происходит в прямоугольнике. Значит, очевидным образом вот эти точки минус b на моей кривой лежат. Ну и легко понять, значит, вообще один из общих приемов, который вот здесь применяется и у нас будет часто использоваться. Это разумная замена координат. Если я введу вместо координат x, y новые координаты x штрих, y штрих, по такой формуле x равно x штрих, так, а значит, что мне нужно получить? y равно b на а y штрих, то понятно, что... Да, вот это тоже общая вещь. Значит, когда вы делаете какие-то замены координат, всегда удобнее старые координаты выражать через новые. Просто, ну вот, если у вас есть там какое-то уравнение и так далее, написанное в старых координатах, то удобнее прямо подставлять сюда, поэтому иметь такое выражение. Значит, если я умножу на а квадрат, я получу x квадрат плюс на b квадрат, y квадрат равно а квадрат. Ну и, значит, я получаю x штрих в квадрате, вместо y я подставляю b на а y штрих. В квадрате это сокращается с этим. y штрих в квадрате равно а квадрат. Значит, в координатах x штрих, y штрих – это просто окружность. Так, обсчитался? Нет, вроде я. Значит, вместо y я подставил вот это вот, возвел в квадрат. Ну а смысл такой замены координат совершенно понятен. мы сохраняем координату x и меняем масштаб по координате y. Значит, вот получается что-то такое. Ну вот-вот получается эллипс. Значит, основное свойство, которое выделяет эллипс, ну, мы увидим, вы увидите, что основные кривые второго порядка возникают при решении таких задач. Мы фиксируем на плоскости либо пару точек и смотрим на точки, у которых, например, там сумма или разность расстояний до этих двух постоянно. Либо, например, точку и прямую и смотрим на точки, у которых расстояние до этой точки и прямой. Постоянно. Так вот, то, что я сейчас частично докажу, называется фокальным свойством эллипса. И это вот какое свойство. Значит, если я фиксирую на плоскости две точки различные, f1 и f2, и смотрю, ищу точки, у которых сумма расстояний равна константе, то вот эта кривая и будет эллипсом. Значит, как она получается в, значит, так, что... Как нужно выбрать координаты так, чтобы получить вот такое каноническое уравнение? Координаты нужно выбрать вот как. Вы берете вот эти точки f1 и f2, которые называются фокусами эллипса. Проводите ось x так, чтобы она содержала обе эти точки, а ось y проводите посередине, значит, через середину этого отрезка, и тогда получится вот это уравнение. Почему? Значит, ну вот давайте обозначим через c вот это расстояние, и будем искать точки x и y, у которых сумма расстояний равна некоторому положительному числу. Ну, вот эти двойки, они как бы исторически появляются. Понятно, что можно писать без двоек, но просто они, естественно, возникают при переходе к разумным квадратичным формам. Поэтому значит, вот если я стану искать множество точек, у которых сумма расстояния до фокусов 2а, то я утверждаю, что я получу вот эллипс, где b квадрат это а квадрат минус c квадрат. значит, на самом деле точное утверждение, значит, вот множество точек, для которых выполнено это равенство, совпадает с эллипсом, но я проведу только в одну сторону, во вторую, назад, там, обратная точь не так же, нужно просто аккуратно следить за знаками. Значит, почему так получается? Давайте. Здесь совершенно элементарные вычисления, значит, если я посчитаю r1 в квадрате, это будет значит, координаты этой точки c0, а этой точке минус c0. Значит, это x плюс c квадрат плюс y квадрат, но это просто теорема Пифагора, значит, x квадрат плюс 2cx плюс c квадрат плюс y квадрат и квадрат второго расстояния выглядит практически так же, только вот здесь стоит минус. квадрат если я вычту r1 квадрат минус r2 квадрат будет 4cx, ну а кроме того я значит использую то условие, которое дано сумма расстояний значит r2 в квадрате это 2a минус r1 в квадрате значит 4a квадрат минус 4a r1 в квадрате значит разность квадратов которая получится ну 4a r1 минус квадрат это r1 квадрат 4cx так вот я знаю за собой умение обсчитаться значит отсюда я могу выразить r1 каким образом значит это перенести сюда будет а вот это лучше перенести туда r1 будет a плюс цена a x еще раз я это возведу в квадрат значит цель моя понятна цель моя избавиться от члена с первой степенью a квадрат плюс 2cx плюс c квадрат квадрат x квадрат но мы его считали еще раз это x квадрат cx плюс c квадрат плюс 1 квадрат значит слава богу члены с первой степенью уходит да я забыл сказать конечно при такой постановке у нас а больше c значит 2а это сумма сторон а 20 сумма длин сторон 20 длина вот этой стороны значит если в любом случае а не меньше c но если а равно c то получается просто отрезок который нам не интересен ну и теперь осталось привести значит при x квадрат получается когда я значит а квадрат минус минус квадрат на квадрат x квадрат это я сюда переношу плюс y квадрат равно а квадрат минус c квадрат ну и осталось на квадрат минус c квадрат разделить квадрат ну и мы договорились обозначить вот это через b квадрат вторая кривая каноническая это гипербола значит уравнение у нее очень похожее на уравнение эллипса с маленькой разницей значит x квадрат а квадрат минус y квадрат на b квадрат равно единице опять таки я считаю что а и b положительные числа ну вот здесь хорошо видно что в отличии от эллипса соответствующее множество никоим образом ограничено не будет значит я могу я хочу понять как она устроена да я не сказал про эллипс это очевидно что это множество симметрично относительно осей координат и относительно начала координат просто вот если я в этом уравнении заменю x на минус x или y на минус y или сразу x и y на минус x и минус y то соответствующие точки этому уравнению будут удовлетворять и значит вместе с каждой точкой будут кривой принадлежать точке симметричной относительно оси и симметричной относительно начала то же самое верно и для гиперболы поскольку точно так же x и y входят в квадратах поэтому достаточно понять что происходит в первой четверти ну а здесь я могу просто ее представить как график функции я могу y выразить через x это x квадрат а квадрат минус единица значит во-первых видно что вот это выражение должно быть неотрицательным ну поскольку y квадрат на b квадрат неотрицательно значит что у меня получается она вся лежит на самом деле вот в этом подмножестве первого квадранта ну и понятно что я еще раз говорю я сейчас буду работать только с первым квадрантом поэтому x и y у меня будут неотрицательны когда я буду извлекать квадратный корень я не буду писать минус значит y квадрат это b квадрат a квадрат x квадрат минус b квадрат вот значит y корень квадратный из этого ну а это возрастающая функция от x которая обращается в 0 при x равном а значит получается вот что-то такое но на самом деле мы можем гораздо точнее описать форму гиперболы взяв просто две прямые рассмотрим прямые y равно плюс-минус b делить на x проходящие через начало координат значит они называются асимптотами гиперболы ну и вот здесь я так сказать каждый раз останавливаюсь и обращаюсь к студентам с личной просьбой вот просто по-человечески значит нигде ни в одном европейском языке включая русский нет здесь вот второй буквы с я не знаю откуда ее люди берут пожалуйста обходитесь без нее значит и на самом деле гипербола устроена так ее график лежит под асимптотой и к ней приближается при x стремящемся к бесконечности это совершенно тривиальный факт вот если я фиксирую какой-то x значит обозначу через y ординату точки на нашей кривой а через y штрих ординату на прямой то значит что я получу y штрих равно еще раз говорю я вот работаю в первой четверти значит b на а x y штрих квадрате это b квадрат на а квадрат x квадрат и это больше чем y квадрат y квадрат это значит наша кривая лежит под асимптотой ну а с другой стороны если я посчитаю разность y штрих квадрат минус y квадрат то понятно что останется b квадрат x квадрат минус вот это останется b квадрат значит y штрих минус y на y штрих плюс y b квадрат ну и осталось разделить это b квадрат это b квадрат значит понятно что при x стремящемся к бесконечности y точно так же стремится к бесконечности это вот отсюда видно значит вот это все стремится к нулю при x стремящемся к бесконечности ну и второе свойство которое я сказал что кривая асимптотически приближается к этой прямой на бесконечность ну разность стремится к нулю значит рисовать гиперболу надо на самом деле взяв вот эти самые и вот так вот она значит точно так же как у фокуса у гиперболы есть фокальное свойство но теперь речь идет не о сумме расстояние до двух данных точках до фокусы а разности расстояний значит вы опять таки фиксируете на плоскости две точки f1 f2 вычисляете расстояние от точки x y до фокусов и гипербола характеризуется вот чем значит r1 минус r2 по абсолютной величине это постоянное положительное число значит здесь все делается практически так же как для эллипса поэтому я не буду повторять вы с легкостью вы с легкостью сделаете это сами просто нужно правильно выбрать систему координат нужно провести ось x точно так же через фокусы ось y перпендикулярно обозначить вот это расстояние между c вот теперь понятно что поскольку значит длина вот этой стороны 2c то разность длин оставшихся сторон будет меньше 2c ну и равняться опять если вот этот так сейчас нет равняться не будет значит теперь у нас c больше а и получается вот это уравнение x квадрат на а квадрат минус y квадрат равно единице где теперь b квадрат это c квадрат минус а квадрат но еще раз повторяю что вычисления совершенно такие же как для эллипса элементарные я их проводить не буду на практике сделаете и третья значит это все про гиперболу и третья кривая это пара значит обычно вот в этой науке и каноническое уравнение пара было такое игрок квадрат квадрат 2пх где и положительное число ну это кривая прекрасно вам знакома из школьного курса единственное что то в школьном курсе наоборот игрок пропорционален x квадрат ну так исторически получилось значит вот она выглядит вот так а фокальное свойство вот какое вы теперь фиксируете не две точки не два фокуса как было с эллипсом и гиперболой а фиксируете прямую и точку и ищите множество точек значит f по-прежнему называют фокусом а в прямую называют директрисой директриса параболы и вы ищите точки у которых расстояние r до фокуса и расстояние d до прямой равны значит опять таки на у вас на практике будет что если отношение этих величин постоянно и отлично от единицы то получается либо можно характеризовать и эллипс и гиперболу таким же способом зафиксировав точку и прямую и считая расстояние до них но для эллипса и гиперболы отношение этих величин постоянно и отлично от единицы а если оно равно единице то получается парабола значит как нужно выбирать координаты чтобы получить такое уравнение вот как нужно выбирать нужно взять директрису фокус провести через фокус оси ксов перпендикулярно директрисе а ось игроков ну в качестве начала координат взять середину вот этого отрезка и если вы обозначите через п пополам вот это расстояние то вы получите нужное уравнение это делается совершенно тривиально значит координаты вот этой точки тогда будут минус п пополам 0 и если вы возьмете какую-то точку xy посчитаете расстояние r до фокуса и d до директрисы то чему они будут равны ну понятно здесь игроковые координаты одинаковые поэтому d будет абсолютная величина x плюс p пополам ну а r будет корень квадратный из x минус p пополам в квадрате плюс y квадрат наше условие равносильно тому что квадраты этих величин равны значит что мы получим x квадрат плюс я возвожу значит px плюс p квадрат на 4 это d квадрат должно равняться x квадрат минус px плюс 4 плюс y квадрат значит это уйдет это уйдет когда я перенесу это сюда мы как раз получим наше уравнение вот теперь ну я начну значит теперь я хочу показать что по существу кроме вот этих трех кривых кривыми второго порядка могут являться еще некоторые под множество плоскости но это уже под множество вырожденные это либо пары прямых параллельных пересекающихся либо одна прямая либо точка либо пустое множество вот сейчас я объясню начну объяснять как это делается вот 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 начну во первых такая значит нам нужно взяв взяв вот такое уравнение разумными заменами координат преобразовать его чтобы понять что может получаться первая задача это это избавление вот от члена содержащего произведения координат делается это вот как значит вот у нас есть наша кривая в координатах x игрок давайте возьмем и повернем систему координат значит рассмотрим новую систему с тем же началом координат но повернем вот скажем ось x на уголок альфа как будут связаны между собой вот это известно или нет я думаю что это значит связаны они старые новые координаты будут вот каким образом давайте введем вместе с нашей прямоугольной системой координат полярные координаты значит вот если у меня есть точка x игрок то мы введем полярный радиус это ее расстояние до начала координат и полярный уголок фи тогда хорошо известно что икс это р косинус фи игрок это р синус фи если я теперь хочу сделать то же самое с координатами ик штрих игрок штрих вот я возьму точку x игрок вот ее расстояние до начала координат и и у меня возникают два полярных угла один полярный угол фи относительно старой системы координат не повернутой и второй полярный угол фи штрих это если я рассматриваю полярные координаты ну вот относительно вот этой системы ну и все тогда является следствием тривиального равенства что фи это фи штрих плюс альфа значит полярный радиус один и тот же поскольку мы начало координат не меняли а чтобы довернуть на угол фи нужно ну и значит что я получаю x это r косинус фи штрих плюс альфа значит это r косинус фи штрих косинус альфа минус r синус фи штрих синус альфа ну и точно так же игрок r синус фи штрих плюс альфа это r косинус фи штрих синус альфа плюс r синус фи штрих косинус альфа теперь вот это x штрих точно так же как и вот это а это игрок штрих ну я получаю значит x x x штрих косинус альфа минус плюс ну и если записать это в векторной форме то x y это произведение вот такой матрицы косинус альфа минус синус альфа это матрица в математике встречается ну много где это один из основных одно из основных средств значит так ну хорошо вот давайте мы на этом повороте координат остановимся и ну и Продолжение следует...